Это программа интервью. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И сегодня мы о приятном. В этом году одна из красивейших улиц города Старозагора отмечает свое 50-летие. Это, безусловно, праздник для всех жителей Самары и совершенно особенный праздник для Виталия Алексеевича Симонова, заслуженного строителя России, в прошлом генерального директора строительно-монтажного треста номер 11. Почему праздник особенный? Да потому, что Виталий Алексеевич эту улицу строил. Сегодня он мой собеседник. Надеюсь, расскажет нам очень много интересного. Виталий Алексеевич, насколько глубоко история Старозагоры вплетена в вашу личную историю? Ну, она вплетена, естественно, полностью. Вот и до. Абсолютно это так. Конечно, это праздник, естественно, не только для меня, это в первую очередь для всех, кто принимал участие в строительстве этой улицы. А принимало участие десятки, если не сотни тысяч специалистов. Сегодня очень сложно представить, что на месте улицы, которую все знают, ничего не было. Практически это была, ну, как бы, аллея, грунтовые, грунтовые дороги укатанные. И не более того, значит, в районе, ну, будущей Старозагоры, она начиналась пока еще, как говорится, в старом исполнении. И нововокзальной были казармы военные, значит, танкодром вокруг озер Воронежских. И ниже чуть была психобольница. Вот это капитальные строения, которые были поблизости с этой будущей, как говорится, улицей, о которой мы ведем сейчас речь. Ну, вот вы получили задание, ваше дело, дело строителя строить, да, наверное, а не обсуждать. А тем не менее, когда вы посмотрели этот план, вам все понравилось, вы совсем согласились. Значит, как сказать, понравилось, не понравилось, мы тогда такие вопросы не задавали, да, не были, мне кажется, и не нужны. Значит, мы пришли на эту улицу в границах с советской армией, старый Загород, 22-го портсъезда, с целым микрорайоном, номер 6. Я туда пришел в качестве начальника участка еще, от 9-го управления 24-го треста, которым командовал легендарный Лев Израильевич Малаховский, мой учитель, которого я чту по сей день, и всегда, как говорится, с благодарностью вспоминаю те уроки, которые он мне преподал. Во многом благодаря ему, как говорится, сложилась моя вот такая судьба, от мастера до генерального директора такого уникального абсолютно треста, который знали в стране, в Советском Союзе. Так вот, значит, мы, когда пришли на этот микрорайон, 6-й, то там для нас было новое то, что фундаменты мы в других микрорайонах делали на лентах, то есть откапывался котлован, делались ленточные фундаменты, шел монтаж цоколей выше. А здесь мы начали впервые применять свайные фундаменты. Почему? Ну, это было новое, свайные фундаменты, это была разработана, ну, как бы сказать, новая технология, экономящая значительно материальные затраты. То есть это такой новаторский проект? Это абсолютно был новаторский проект, может быть, это самое, мы были одними из первых, даже в Советском Союзе. И, значит, вот эти, целый микрорайон построен на сваях. Потом стали и на девятиэтажные дома применять свайные фундаменты, они вошли в серию, но мы их осваивали. Это было интересно и трудно, потому что мы входили же потом и в зиму, а зимой это уже, значит, бетон надо греть, надо за ним ухаживать, ни в коем случае нельзя, чтобы бетон замерз. Если он замерз, его надо вырубать и выбрасывать, делать новый. Грели с помощью электричества, опускались электроды, подключались через специальные агрегаты прогревочные, через сварочные трансформаторы иногда, когда те выходили из строя. Накрывалось это брезентом. И были специальные службы, которые следили, не дай бог, чтобы, скажем, он до семи дней, пока он не наберет там процентов 70 прочности, не мог бы замерзнуть. Виталий Алексеевич, а вот вы говорите, новую технологию осваивали впервые. Что-то свое-то внесли в нее? Естественно, мы старались что-то привнести, что, конечно, ускоряет сроки строительства. Одним из таких приспособлений, какие я считаю, что лично я привнес в панельные домостроения, и в пяти, и потом в девятиэтажные, это применение сборной опалубки легкой для обетонки стыков. Когда ставятся две наружные панели, ставятся внутренние, то наверху они соединяются, и потом идет обетонка этого стыка. Применялись вначале деревянные такие уголки, которые делали плотники, и прибивали их дюбелями, они плохо держались, приза бетонки выпирало их сюда внутрь. И, как правило, даже у нас был плотник по бетону, так мой Василий был такой кудрявый, значит. Вот ходил это и потом срубал для того, чтобы штукатурам дать фронт работы. Виталий Алексеевич, а какой дом самый первый на этой улице был закончен? Я его, конечно, сейчас не могу назвать почтовый адрес. Первый дом был угол улицы 22-го партсъезда и Старый Загор, ближе сюда к Старой Загоре. А вы помните, как сдавали дом? Ну, сдавались они, как правило, вообще-то довольно была типовая схема, значит. Это дома панельные, их же сдавали мы не по одному, мы сдавали десятками. Во всех анекдотах говорят, что строители – это люди, которые никуда не торопятся, сроки не соблюдают. А вы, получается, о своих думали? Я вам должен сказать, значит, строители, может быть, это современные строители, потому что я живу, у меня напротив портал. Мы с внучкой ходили, гуляли там, значит, когда был откопан котлован. Ей было три года. Сейчас она в восьмом классе, ей пятнадцатый год. Ну, вот только-только начали заселять его. Если бы это было в нашу эпоху, я не знаю, мы повесились бы, наверное, или что-то такое бы. То есть для вас сроки имели значения? Для нас это были темпы. Мы ничего другого не знали. Мы все во имя того, чтобы только объект ввести. Жилье – это была технология поточная. Три смены, без суббот, без выходных. И, значит, растут этажи на глазах. То есть круглосуточно работали люди? Конечно, круглосуточно, значит, никаких этих… Ну, иногда на праздники, конечно, в такие крупные, там, 1 мая, там, ноябрьские, естественно, мы отдыхали там 3-4 дня. А так круглосуточно и работали. А было такое, что материалы не завезли, бетон не пришел? Нет, ну, по материалам это когда? Это же обычное явление, всегда что-то было. Раствор есть, кирпич, а нет, кирпич пришел, раствор нет. Ну, это как бы шутка. А правда, что когда сдавалось жилье, люди даже не дожидались благоустройства, там, какой-то инфраструктуры и чуть ли не по колену в грязи уже заселялись? Я вам однозначно подтвержу это дело, потому что когда зимой делать благоустройство, конечно же, нельзя, а мы-то вводили это регулярно. Да, такие были моменты, но настолько были люди довольны, что они из бараков, из-за этих самых ущерб, я даже не знаю, в каких там землянках, где только люди, не жили это. Мы же сейчас уже видим, как говорится, город обустроен. А встречи были с новоселами? Какую-то благодарность строители слышали? Конечно, конечно, но это даже, как говорится, разговора быть не может. Сегодня-то такого ведь нет. Да, нет, ну сейчас это делается, потому что это медленно, тем более, насколько я наслышан, я как-то стараюсь сейчас в эти, значит, даже и не заходить. Они же сдаются просто стены там, а уже отделку делают. А у вас как было? Как вы с новоселами встречали? У нас это вообще было запрещено с НИПами, ГОСТами. Мы сдавали с полной отделкой. Да, бывали, когда сырые стены, значит, где-то там мы ударялись, или накатом там спрятали это дело. Иногда бывали сыроватые обои, когда последние годы стали мы делать только в обоях. Но это было все оправдано, люди это дело понимали, они с радостью всегда вселялись. И особых к нам... То есть не ругали вас? Не ругали. Я, например, такого не помню. Вы сказали, что жилье – это семечки, а что не семечки? А не семечки – это объекты крупные, культбыта. Ну, не семечком, скажем, для старой Загоры стал кинотеатр Шибко. Ну, сложного было по строительству Шибки какие моменты, значит. Во-первых, это пролет большой, там были специальные железобетонные фермы для перекрытия, там порядка 30 метров пространства. И, значит, там маленькая у нас была, как говорится, проблема, если так можно выразиться. Наш генезист не к тому борту привязал, мы его сдвинули туда на 20 метров к высотным домам. Потом, когда начали разбивку делать этих домов, обнаружили. Ну, мы быстро, правда, в течение двух недель это поправили, подвинули сюда на место. Дальше, значит, чуть-чуть попозже уже этот объект был заселен. Потом рядом была помещи-усадьба, красивая, необыкновенная, оригинальная архитектура с куполом. Внутри вот этого помещения огромного на потолке были конструкции из дерева, значит, черного дерева, вообще оригинальные, такие мощные выступающие части, ну, орнамента такого хорошего. Значит, очень хотел, в свое время я это делал, чтобы восстановить потом. Когда мы делали реконструкцию, деревянные конструкции убрали, перекрытие сделали железобетонным. Но торопили, и наши, как говорится, не поддержали нас, нужны были деньги дополнительные, чтобы это поставить назад, конструкцию. Ну, жалко, не поставили, но, тем не менее... Ну, и реставраторов уже, наверное, не было у вас. Да, значит, объект работает. Единственное, мой акцент, мой собственный, мы к этому времени уже делали детский сад «Русичи», и там мы применили много этих элементов со шпилями, потому что, когда шпиль в небо устремлен, он создает силуэт, рисунок. И архитекторы прошлого, они же не случайно делали, всегда завершали свой дом пирамидой, эркер, пирамидой, и на пирамиде обязательно шпиль с каким-то флюгером еще. И вот, значит, по моему предложению, сам рисовал эскиз, мои мужики там сделали этот шпиль, и он сейчас стоит великолепно. Виталий Алексеевич, а скажите, пожалуйста, а работали ли на строительстве улицы целые династии? Работали. Я, значит, династию такую знаю Стекольщиков, Насаргиновы, фамилия, как сейчас помню. Работал сын, жена, значит, зять работал, и даже, по-моему, и сноха какое-то время, когда было огромное объемы работ остекления. Ведь это, скажем, сейчас идут готовые блоки со стеклом, да? А в то время эти гектары, это же гектары были оконных проемов, они шли из кубишев строить детали неостекленными. Насардинов, Насардинова династия Стекольщиков, очень много они быстро делали. На любом морозе, на любом сквозняке я удивлялся всегда, все такие необыкновенные были люди. Роговой у нас интересный, значит, семейный была, как говорится, династия. Работала Александра Николаевна и его супруга, работал сын, втроем. Вот дома наогибалово, если вот видеть, в районе губернского рынка, практически сделал бригаду Рогового быстрыми, необыкновенными. Ну, был вообще мастер по скоростной кирпичной кладке. У него иногда выходило за неделю этаж. То есть сейчас вот такую кладку не стыдно показать? Абсолютно не стыдно, конечно. Ну, ведь и сейчас, я должен сказать, кирпичную кладку делают не хуже по качеству. Но там нет уже таких темпов, и это делают узбеки и таджики. У нас гастарбайтеров не было в то время. Мы не знали даже, понятия не имели, что это такое. Работали каменщики наши, местные. Времена были другие, а что было тогда сложнее всего? Вот я так понимаю, что нелегко работали. Я вам скажу вот что, значит. Конечно, сейчас если задать этот вопрос современному строителю, может, он вряд ли даже додумается до ответа. Самым сложным вопросом для нас это были подъездные дороги. Ну, вы понимаете, значит, трейлеры почти 20 метров он длиной. На нем лежат эти грузы там до 10 тонн, значит, везет к объекту. К объекту надо же подъехать, колеса у него не гусеницы. И это вот было для нас, ну, просто, конечно, бичом, если можно выразиться. И мы, конечно, затрачивали огромное количество щебня, когда по весне надо было дороги поддерживать в нужном виде. А, как правило, приходили же мы уже, как говорится, зимой часто в микрорайон, и не могли заранее подготовить эту дорогу. То вот мы сталкивались с вот этой огромной проблемой. Ну, плюс к тому электроэнергия, плюс к тому, значит, быт, надо же где-то и кормить. И это уже потом, когда комбинат питания при Тарасове построили, возили прямо горячие в сутках на этаж. А до этого? А до этого, ну, как говорится, брали все свои с собой кусочки бутерброда, и я сам, и мои рабочие. А вот сегодня часто новоселы, например, жалуются на строительный брак. Вы говорите, что у вас были сроки, вы думали о сроках. А были ситуации, когда, ну, где-то тут подхалтурили, здесь, может, не очень ровненько, там как-то? Значит, я вам скажу, конечно, на это по-честному. Было все, безусловно, но при такой махине объемов, это, значит, это безусловно было. Но я и другую сторону могу открыть тоже, секрета тут никакого не может быть. В каждом специалисте, в каждом человеке, оказывается, есть музыка в душе. И когда он видит, что созидается что-то прекрасное, он раскрывается, он становится совсем другим. Примером был детский сад Русичи, где вот Тарасов, о котором я говорил, поручил нам, 311-м, выступить и, значит, подрядчиком, и заказчиком, и исполнителем всех работ. И вот пришлось мне, как говорится, делать сад-сказку. Задание такое было. Поначалу, когда я стал требовать качества, все до вылизывания, значит, они на меня, там, значит, нам надо объемы, нам надо деньги, все. А когда увидели, что стало получаться нечто, то они сами ко мне стали уже, говорю, бой, как, Виталий Васильевич, вот здесь получше, давайте, так можно сделать, так. И вот это я был просто потрясен вот этим явлением. Болгары из Старозагора приезжали сюда к нам, да, на строительство смотрели? Да, они приезжали к нам, как, значит, ну, как собратья. Проверить вас, как вы строите? Мы подписали, значит, даже договор о сотрудничестве по передаче этих каких-то технологий там новых, каких-то материалов, приемов работ, значит. И даже когда наши ездили специалисты, бригадиры Малеров, там, Цыганков, Галина Алексеевна, Александровна, значит, ездил Мочелов, Петр Прокофьевич, значит, они даже уроки там делали, значит, уже непосредственно в Болгарии. То есть мы учили болгар строить? Мы учили определенным приемом. Значит, что-то они у них тоже принимали, потому что болгары вообще, они были большими специалистами по штукатурке наружных фасадов. У нас этого не получалось за счет скорости. Мы не всегда выдерживали технологию приготовления и применения растворов в дело. Часто там добавлялись, как говорится, значит, к известковому раствору цемент, но они как бы несовместимы. А болгары они делали раз и навсегда, навечно. Ну, нравилась им вот эта улица, которая получается все-таки в Большой Самаре, улица названа... Ну, неужели не нравилось? Имени маленького города? Конечно, нравилось. Вы их как развлекали-то? Ну, как, значит, развлекали, как развлекают, у камина и с бутылочкой, естественно, значит, что и они делали, когда были наши. Я там не был у них, но рассказывают ребята, было круто. Вот если бы сейчас вам людей, мастерок в руки и так далее, какой подарок вы бы сделали для улицы Старозагора? Вот какой объект бы вы сейчас там построили? Я вам скажу, я готовился к этому, значит, делать там какой-то грандиозный дом, грандиозный какой-то там театр или что-то, я бы не стал. Если бы была бы эта возможность, я бы, конечно, мог и сам даже продумать, запроектировать знак. Знак, который бы увековечил строителя. Вы знаете, значит, какая все-таки несправедливость в этом существует вот на сегодняшний день? Ну, забыт строитель, в принципе, как специальность, как, значит, человек, который людям дает, ну, место где-то для работы, да? У меня есть стихотворение по поводу того, моё, значит, как так случилось, что мы исчезли, да? Вдруг исчезает СССР, а вместе с ним и трест в Самаре. Стал невостребованным он в том перестроечном угаре. Но благодарные потомки труд коллектива не забудут. Объекты, сделанные им служить веками, людям будут. Я бы, конечно, хотел всех, кто принимал участие бывших работников и 24-го треста, и 11-го, и строймеханизации, и наших суподрядных организаций поздравить с этим прекрасным праздником, побывать на этой улице, вспомнить эти самые былые дни. Ну, и как бы хотелось обратиться вот ко всем, кто ещё живой и который в своей памяти держит эти фрагменты, написать на бумаге, вспомнить вот эти интересные сюжеты и прислать мне по адресу проспект Ленина, 1-638. А я их постараю обработать или в стихи, или в прозу. Виталий Алексеевич, я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за улицу, спасибо за интервью, и разрешите в завершении пожать вашу руку.